Добрый день, Нигматулу Мирсаидов. Большое вам спасибо, что приняли наше приглашение и пришли в нашу студию, чтобы ответить на наши вопросы. Мы подводим меток 2022 года. Он был по пограничным вопросам очень кровопролитным. Скажите, пожалуйста, какая ситуация сейчас на границе? Я знаю, что у вас очень много друзей и родственников, которые проживают в Исфаре. Спасибо за приглашение. Я постоянно слежу за ситуацией на границе. Общаюсь с друзьями, знакомыми, с родственниками. Сейчас, слава Богу, обнадеживает ситуация. Особых таких конфликтов не возникает. И инциденты, которые раньше возникали, часто через день возникали. Сейчас подобного, ничего такого нет. Какое-то время люди были напряжены после тех событий, что кто-то вывел свои войска, кто-то нет. Кто-то продолжает там, допустим, укреплять границу. Были определенные опасения, но сейчас вроде бы все тихо, все спокойно. Может, заявление президента Кыргызстана, Жабарова, о том, что намерены все-таки стороны до конца года решить пограничный вопрос. Немного успокоили людей, но это, собственно говоря, пока мы не знаем. Мы не знаем, смогут ли справиться с той задачей, которую сами себе поставили, или нет, это уже другой вопрос. Мы все стали свидетелями заявления президента Кыргызстана Садыра Жабарова, который в конце ноября в ходе народного Курултая заявил о решимости завершить приграничный вопрос с Таджикистаном до конца текущего года. Сегодня уже 16 декабря. По вашему мнению, это возможно? Изначально уверенности во мне, собственно говоря, не было. Почему? Потому что, как таковой почвы для того, чтобы одновременно решить те вопросы, которые 20 лет не решались, практически невозможно. Для этого, прежде всего, должна быть воля. Воля с двух сторон. А таковой воли я с кыргызской стороны не замечал. Но вдруг, если, скажем, после последних событий, стороны все же пришли к заключению, что зачем двум соседям нужно кровопролитие, зачем нужны разрушения, зачем постоянно затягивать этот процесс. Если пришли к заключению, то, думаю, значительно можно ускорить решение этого вопроса. Но те сроки, которые назвал Садыр Джапаров, они нереальны. Нереальны почему? Потому что там очень много вопросов. Прежде всего, я хотел бы отметить, что должны решаться вопросы там, где происходят конфликты. Пока, за исключением того участка дороги, Исфана-Баткен, 275-метровой дороги, которую таджики называют Чоркуча-Магалай-Зарашон, а кыргызы называют Торткуча, Кроме этого, вроде бы, больше ни о чем не говорили. Этот вопрос изолированно решить от других вопросов невозможно. Я не думаю, чтобы таджикская сторона согласилась с предложением кыргызской стороны о предоставлении этому участку нейтрального статуса без учета других проблем. Тогда что получится с нашим ворухом? Если предоставлять, скажем, статус нейтральный для этого участка дороги, хотя с самого момента строительства этой дороги практически у кыргызов не возникало никогда никаких проблем. Они свободно передвигались, свободно передвигались транспортные средства. Если пару раз таджикская сторона закрывала, то обязательно была эта ответная мера, когда кыргызская сторона закрывала дорогу ворух Аксай. Через Аксай, когда мы проходим, наша дорога там проходит, и община, кыргызская община Аксая постоянно закрывала дорогу. Значит, дорога используется как рычаг давления на то, чтобы таджикская сторона пошла на какие-то уступки. Вот получается, что как это так может получиться, что мы отдадим последний рычаг, который есть у нас в руках, отдадим, и взамен мы не получим гарантии, что наши граждане будут свободно передвигаться через кыргызские населённые пункты. Сегодня речь идёт о том, чтобы предоставить тоже независимый транспортный коридор для сорокатысячного воруха. Этот вопрос, он должен был быть решён ещё в 2014 году. Помните, в 2014 году возник первый такой комплект военный, да? из-за дороги, которую кыргызцы начали строить по таджикской территории. Возник комплект, дошло до столкновения военных, и тогда пришли к заключению, что был подписан протокол. был подписан протокол, что таджикская сторона даст возможность кыргызской стороне построить дорогу, как Таш-Аксай, а кыргызская сторона даст возможность построить независимый транспортный коридор для воруха. Это постановление, так и оно не было исполнено. Кыргызская сторона построила свою дорогу, а воруха до сих пор не имеет своей дороги. А не получится ли так, что нас просто обманут? А такое бывает. Такое бывает в международной политике. Каждый хочет другого обмануть. Поэтому для того, чтобы друг другу доверяли, нужно доказать доброй волей, что ты действительно сосед, что ты действительно хочешь добрососедских отношений, ты не хочешь, допустим, только думать о своих интересах, с пониманием ты отнесешься к интересам и соседней страны, и соседней республики. Тогда, я думаю, что решение вопроса возможно. Но этот вопрос, он очень такой большой, сепетильный. Значит, договариваться надо. Договариваться, мы пока ничего не знаем. Средства массовой информации об этом, по крайней мере, не знают. Но если бы хотя бы что-то было предпринято в отношении, скажем, воруха, люди бы уже давно должны были знать, почему эта дорога не строится. Я, допустим, возможен был бы такой пункт. Гарантия прав таджикских граждан для передвижения по тем местам, где находятся кыргызские аилы, Кыргызстан должен давать гарантии на то, что больше перекрывать не будет ни одну приграничную дорогу. Сегодня дорога Чорку-Шураб, он закрыт. Шахтеры Шураба должны в объездную где-то проехать 16 километров дополнительно, чтобы попасть в Чорку. Дороги, которые там, допустим, вдоль дороги из Пара-Варух, находятся несколько кыргызских населённых пунктов. Они не дают не то, что перекрывают, они не дают даже возможность таджикским автодорожникам ремонтировать дороги. Эта дорога уже давно не ремонтируется. Поэтому, если мы, два соседних народа, хотим иметь добрососедские отношения, и мы передвигаемся по этой дороге, а что плохого в том, что таджикская сторона отремонтирует? Ведь кыргызы же тоже будут передвигаться. Поэтому изначально вот эта враждебная ситуация, ситуация, которая накалилась до того, что ненависть на местах зашкаливает, не даёт сегодня возможности гарантированно сказать, что этот вопрос решён. Поэтому какие-то юридические документы должны быть. А вдруг там, допустим, придёт следующий президент Кыргызстана и скажет, что я не буду признавать протоколы, подписанные Садыром Джабаровым. Эти документы, они должны проходить, скажем, всю законодательную процедуру. От начала до конца. Значит, должно заключаться соглашение. Это соглашение должно быть ратифицировано парламентом и соглашение должно быть подписано президентом. Вот тогда будет юридически полновесный документ. Поэтому сегодня речи об этом не идёт. Есть как таковой, там, допустим, говорят о том, что между сторонами должен быть заключён договор, договор о границе, но пока только на словах. Таджикская сторона, она соблюдает правила, которые огласили обе стороны. Поэтому таджикская сторона не предоставляет никакой информации до тех пор, пока вопрос не решён. И поступает правильно. Поэтому таджикская сторона, население в основном доверяет своему правительству, доверяет президенту, доверяет главе межправительственной комиссии. И все, собственно говоря, надеются на то, что эти вопросы будут решены положительно. Но беда киргизской стороны заключается в том, что сразу начинают информировать население и общины начинают выступать против того, что делает правительство, и оказывать давление. Вот вспомните, там недавно они решали вопрос по Камперабадскому водохранилищу с Узбекистаном. Да? Вроде бы вопрос решили. Но сколько было там, допустим, недовольства, митингов. Люди хотели там, допустим, обвинять своё правительство, президента в том, что они проигрывают, предоставляют Узбекистану возможность управлять водными ресурсами. И начинают думать о том, что завтра Узбекистан перекроет воду. Если вы доверяете соседу, если сосед до сих пор не подавал никакого повода для того, чтобы вы продолжаете доверять, и дальше. Мы же не давали никогда повода Кыргызстану в том, чтобы ограничить кыргызские, там, допустим, земли водными, водных ресурсов. Управление водными ресурсами у нас идёт между тремя республиками. Там есть система распределения воды. По каналу Торт-Кул Кыргызстан получает ровно столько воды, сколько записано в соглашение. Мы не давали повода. А зачем там, допустим, вот эту таджикскую территорию, где находится участок головное, головное водное сооружение, объявляет своей территорией. Мы не отказываемся от того, что головное сооружение построено Кыргызстаном. Мы не говорим, это наше имущество. Головное построено Кыргызстаном. Это имущество Кыргызстана. Мы говорим о том, что вы признаете, что ваше сооружение находится на таджикской территории. Статус таджикской территории вы подтвердите, а водное ваше сооружение ваше. Пожалуйста, управляйте, управляйте. Ваши специалисты пускай продолжают управлять. Если вы признаете, что это таджикская территория, тогда ваши военные должны просто покинуть эту территорию. Вот о чем идет речь. Поэтому те территории, которые там, допустим, в Таджикистане, в свое время, которые были предоставлены Кыргызстану для строительства автодороги, для строительства канала Торткул, они должны быть признаны территорией республики Таджикистан. Вот на подобные шаги пока Кыргызстан не идет. В односторонном порядке некоторые территории даже можно назвать оккупированными, поскольку там стоят кыргызские военные. Поэтому я говорю, что если хочет кыргызская сторона решить этот вопрос, скорее всего, она должна учитывать и интересы Таджикистана. Поэтому вот пример Кампербатского водохранения, что я привел, несмотря на протесты, все равно кыргызская сторона сказала, что вопрос решен. Нашли путь решения вопроса и больше не стали учитывать мнение своего населения. Даже некоторых, которые там, допустим, продолжали протестовать, даже немного прищемили хвост им. Такого не бывает. В обществе всегда разное мнение существует. Кто-то доволен, кто-то недоволен. Если доверили вы президенту, если доверили вы межправительственной комиссии, будьте добры, сидите и ждите. Вот так поступает таджикская сторона. К сожалению, у Кыргызстана часто меняется правительство, президенты меняются. И поэтому многие протоколы, которые были подписаны до президента Джабарова, президент говорит, что он не признает. К слову, вот это протокол о дороге, участке 275 метров, который этот участок в Таджикистане передал в свое время в аренду, и этот протокол не признает. Поэтому я говорю, что позиция, она должна быть одинакова в любой ситуации. Ведь другой, который был до него, он тоже обладал полномочиями. И его работу тоже надо признавать. Все это заново просто переделывать невозможно. Кыргызстан совсем недавно полностью разрешил вопрос границы с республикой Узбекистан. Почему в нашем случае работа комиссии длится годами? Я сказал, что в Таджикистане есть один президент, правительство тоже, он возглавляет. Межправительственная комиссия, если даже меняется там глава, все равно она подчинена президенту, только без ведомого президента эта комиссия ничего не может, собственно говоря, решать вопросы будут, но в итоге должны доложить президенту о ситуации. У нас такой порядок. К сожалению, у кыргызской стороны в течение, с 2002 года по сей день идут переговоры по границе, поменялось сколько? Пять-четыре президента. Если не берем учет, скажем, Аскара Акаева, то во времена Бакиева начались переговоры, да? Ну, даже во времена Акаева начались переговоры. Да, значит, все пять президентов. Пять президентов поменялись. Работа шла, со скрипом шла. Почему? Потому что в основном трудности возникали с кыргызскими общинами, но ни одного президента не было, который бы сказал, что предыдущие решения не признаем. Такого не было. Был Атамбаев, который был недоволен какими-то решениями. Вот Садир Джабаров пришел, он не признал многие протоколы. Протокол, ну, мы, конечно, протокол, это и есть протокол. Мы не говорим о том, что вот этот протокол, он носит, скажем, законодательный характер. Этот протокол был подписан только для предоставления участка для строительства автодороги из Панабадген. Та территория, которая была предоставлена, она, она, это территория Таджикистана. Там вопросов никаких не должно возникать. Можно взять любую карту любого периода, посмотреть это территорию Таджикистана по этому вопросу. А тут какие-то разговоры идут, что вроде бы там исторически передвигались киргизы между аилами. Это просто вводит в заблуждение своих, свое население. Ведь они не говорят о том, что вот эти киргизские аилы раньше находились под юрисдикцией Таджикистана. И когда аилы передали, естественно, этот участок границы он не был передан. Аилы передали Кыргызстану, чтобы Кыргызстан управлял. Поэтому территория наша осталась. И прозакон фактически регулировал просто отношения двух государств. И всего лишь. Но если там проводить демаркационные работы, то, естественно, надо учесть, что по любой карте это территория территории Таджикистана. Поэтому вот такие вещи говорят в отношении, скажем, другого участка. Часто президент называет Махалю, таджикскую Махалю Какир. Кыргызи говорят Каркир. Какир он называет, говорит, что будто бы в 2003 году эта территория относилась к Кыргызстану и кто-то продал земли и он обвиняет тех, кто продал, кто стал причиной того, что эта земля отошла к таджикам. Никогда эта земля не была кыргызской. Там просто жили кыргызы. Кыргызы, которые работали в таджикских колхозах, кыргызы, дети, которых учили в таджикских школах, они жили, а когда у них появилась возможность себя реализовать в самом Кыргызстане, когда в ближайших аилах появились школы, они решили переселиться, продали свои дома и ушли. А хотя в некоторых кыргызских аилах до сих пор принимая кыргызское гражданство, они считают, что это территория их. Принимая кыргызское гражданство, гражданство Кыргызстана, они вместе с землей намерены уходить на территорию Кыргызстана. Есть такие вопросы, они очень сложные, поэтому в этих сложных вопросах надо разбираться, а голословно просто обменять другую сторону или своих граждан, своих чиновников, которые в свое время подписали какие-то соглашения, не надо. Историю не надо просто переворачивать. К сожалению, с приходом Сады Рожжебарва очень часто переворачивались страницы истории. Но если, вот еще раз повторяю, если они сегодня, после тех кровавых событий, пришли к заключению, что дальше уже некуда, надо решать, то я одобряю. Такое отношение я одобряю. Но надо, еще раз повторяю, надо думать не только о своем народе, надо думать и об интересах соседей тоже. Мы накануне 2023 года. Скажите, каким бы вы хотели, чтобы он был? Постоянно люди сидели, ожидали чего-то такого-то неприятного. У многих дома сгорели. Многие превратились как бы в какое-то время в беженцев. Они даже не знают, какое решение принять, остаться на границе или оттуда уйти вообще. Мне в канун наступающего 2023 года хотелось бы пожелать обеим сторонам мудрости, осознания того, что война, она всегда это несчастье, это разруха, это кровь, это беженцы, это материальные расходы. Смотрите, сколько обе страны потеряли денег, средств, когда границы между двумя республиками были закрыты и две страны не могут торговать. Я хочу, чтобы на нашу землю пришел мир прочный, окончательный, чтобы киргизии и таджики, как предыдущие годы, чтобы они жили мирно, ходили друг к другу в гости, на рынке ходили, чтобы вместе торговали, чтобы вместе праздновали. Конечно, всего этого добиться сразу невозможно после таких печальных событий. Но я думаю, что решение пограничного вопроса, если удастся сторонам добиться соглашения окончательного, думаю, принесет этот мир. Дай Бог. Спасибо большое и вас наступающим 2023 годом. До свидания. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok